По оценкам ученых, самые распространенные заболевания среди пожилого населения – сердечно-сосудистые, а также проблемы с нервной и опорно-двигательной системами. Сохранить здоровье помогут простые рекомендации, о которых рассказали постоянным читателям 2-й Гродненской библиотеки. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню здоровья. Для того, чтобы жить полноценной жизнью и гармонией с самим собой, необходимо иметь крепкое здоровье, ведь именно оно помогает нам реализовывать наши жизненные планы. Здоровье пенсионеров – это вообще отдельная тема, поскольку пик организма уже пройден, жизнь прожита, и как сохранить это здоровье остается проблемой для пожилых людей. В день акции «Здоровье как мудрость и мера жизни» читатели библиотеки пообщались с Андреем Барбашинским, заслуженным мастером спорта СССР, олимпийским чемпионом по гонболу и заместителем председателя Республиканской Федерации по гонболу. Он напомнил о важности занятий физкультурой. На мой взгляд, любой человек, который даже целый день читает книгу или работает у компьютера, вводит машину, работает у станка, управляет компаниями, ему необходима какая-то встряска для того, чтобы освободить свои мысли и переключиться на что-то другое. Иначе рано или поздно произойдет взрыв, у него ухудшится сон, у него будет уменьшена концентрация, ну и, соответственно, чувствовать он себя будет устарше. Ходьба, плавание, гимнастика – то, что поможет сохранить здоровье, обрести энергичность и наслаждаться активной жизнью. Но не стоит забывать и о психологической составляющей. В рамках проекта «Гродно-здоровый город» специалист рассказала, как правильно бороться со стрессом людям золотого возраста. Пожилой возраст уже такой период более уязвимый для человека, меньше социальных контактов и больше погружения в себя. И уже в этом состоянии человек более остро переживает ту или иную ситуацию. Если он знает, как не справиться самостоятельно, а если уже не получится, можно обратиться к специалисту. Но если я могу как-то справиться самостоятельно сразу, то, конечно, это мне улучшит мое физическое самочувствие, эмоциональное самочувствие и, конечно, уверенность в жизни. Быть здоровым в пожилом возрасте непросто, но присутствующие признаются. Выполняя рекомендации врачей и посещая подобные мероприятия, можно сделать свою жизнь яркой и активной. Вот мне интересно было послушать и оздоровление, как вот спорт или физические упражнения влияют на состояние в нашем возрасте. А у меня возраст приличный, 84 года, но я предпочтение отдаю, вот зарядки. Вот этот меня вопрос заинтересовал. И психологический. Психология меня интересует, потому что психология – это общение, так сказать, и в коллективе, и друг с другом, в семье, с детьми. Со старыми, более старыми людьми. По завершении мероприятия сотрудник Белорусского общества Красного Креста с 50-летним стажем познакомила присутствующих с работой организации по оказанию медицинской и социальной помощи. Хочу сказать, что без милосердия в медицине делать нечего. Врач общей практики рассказала о принципах активного долголетия, уделив особое внимание важности физической нагрузки. Физические нагрузки – это более профилактическая такая мера, направленная на укрепление всех функций организма, на профилактику всех заболеваний. Спасибо за просмотр! Спасибо! Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»